итак после полутора месяцев шатания по европе англия германия австрия италия мы приехали наконец в любезную нашему сердцу флоренцию я снимаю из окна нашей квартиры на поиске которой мы потратили целый день перебрав кучу вариантов и пересмотрев шесть квартир ну в самом деле мы же здесь надолго хотелось бы выбрать лучшую что мы собственно и сделали живем мы рядом с собором колокол которого только что слышали а ближайшая крыша как собственно и весь этот комплекс вместе вот с этой церковью колокольня которой нам в профиль это узпедали оди санта мария нового самый старый до сих пор действующий госпиталь в мире построен он был на деньги некоего фолькопортинари успешного банкира который за год до своей смерти отдал существенную часть своего достояния на строительство госпиталя кстати это тот самый фолькопортинари дочь которого биатричи это та самая дантовская биатричи портретов ее не сохранилось этот написан рассетти уже в девятнадцатом веке интересно что и в английской и в итальянской википедиях вот этот портрет назван портретом фолькопортинари только вряд ли написан он мемлингом который жил в пятнадцатом веке а вовсе не в тринадцатом как фолькопортинари в пятнадцатом же веке жил совсем другой фолькопортинари потомок и знаменит он тем что построил дворец в начале пятнадцатого века мимо которого я ходил много раз он просто расположен в двух минутах от нашего дома и куда бы ты ни пошел почти всегда мимо пройдешь построен дворец был в начале пятнадцатого века но вскоре его купил политический деятель якопу сальвиати предполагается что это его портрет теперь этот дворец называется творцом партинари сальвиати женат якопу был на лукреции марии помоле де медичи дочери лоренцо великолепного и вместе они произвели 10 детей 5 мальчиков и 5 девочек а дворец был в начале шестнадцатого века перемоделирован и расширен никем иным как самим браманте который придумал первоначальный план базилики святого петра в риме кто только не жил во дворце за эти века включая казино первого до медичи первого великого герцога тосканского а четыре года назад в 2016 дворец был продан тайваньской компании которая его восстановила и теперь здесь будут высокоуровневые апартменты ресторан дорогие магазины ну в общем а возвращаясь к партинари и мемлингу мемлинг действительно написал портрет одного из партинарий томазо партинари который действительно жил через два века после фольку и был представителем банка медичи в брюкге где жил мемлинг томазо остался сиротой и воспитывал его и его братьев казино и львеккио в первой половине 15 века в 1470 томазо женился на 14-летней марии барон чели вот перед их свадьбой мемлинг и написал эти портреты точнее это должен был быть триптих но центральная картина мадонны с младенцем не сохранилась эти два портрета как гиптих висят теперь в метрополитен музее и именно с них я начал свое знакомство с этим великолепным художником гансом мемлингом который учился у рогера ван дер вейдена нет я не отвлекся от темы это просто замечательный пример того как во флоренции можно остановиться перед любым зданием и потянутся такие цепочки людей событий эпох соединив которые вместе получаешь картину от которой оторваться невозможно ну вот например квартиру мы сняли в фирме расположенной во дворце 15 века входишь вот в эти ворота и оказываешься в таком я не знаю пространстве которая обволакивает тебя и ты уже не понимаешь что по делу сюда пришел или это музей какой да нет это фирма здесь расположена ну арендуют они здесь большой дворец который стоял раньше на этом месте был уничтожен в 1378 во время восстания чемпи на его месте был построен этот в начале пятнадцатого века семьей алиссандрии вот их герб здесь же на потолке алиссандрии это ответвление семьи альбицы другой весьма влиятельной семьи партии гвельфов алиссандрии дали флоренции 23 приора и девять гонфолоньеров кстати в 19 веке они были меценатами канавы владеют этим дворцом до сих пор и сдают его или взять арку рядом с нашим домом мимо которой мы ходили ну чуть ли не каждый день арка это все что осталось от шестнадцатого века церкви сан пьерро маджори разрушены в восемнадцатом веке попадаем мы сюда через проход двенадцатого века остатки городских стен рядом кстати очень неплохой ресторан натали ну рядом же один из бесчисленных магазинов керамики ну и конечно таня заходит во все подробно все рассматривает разговаривает с продавцами чаще всего владельцами и мастерами которые эту керамику делают обсуждает технологию рисунок ну есть вещи конечно действительно очень интересные и не только традиционные а и современные как вот этот магазинчик например и конечно она не ограничивается только керамикой получая как легко видеть полное наслаждение от жизни ну и на здоровье а я в это время гуляю по округе благо округа то флоренция есть куда погулять улочки вокруг одна другой краше и действительно останавливаться можно возле каждого здания еще пример продукты мы покупаем вот в этом магазине несколько минут ходьбы от квартиры оказывается расположен он в палаццо фьюраванти а фьюраванти это знатная семья известная по меньшей мере с 13 века из этой семьи вышел например ридольфу фьюраванти построивший успенский собор в кремле а задолго до этого в четырнадцатом веке большим уважением пользовался другой архитектор фьюраванти нерри де фьюраванти его приглашали на строительство санта мария новелла он восстанавливал барджеллу после пожара 1332 года ему принадлежит проект понтевеккио который мы знаем сегодня наводнение 1333 года снесло все мосты в городе кроме понты аллиграция в 1342 он делал своды в арсан микеле а чуть позже ему поручили руководить маленькой комиссией которая утверждала проект дубов из многих предложенных в девятнадцатом веке этим дворцом владели елагины а теперь мы туда за продуктами ходим ну вот рядом табличка именно в этом доме молодой бедный скульптор джованни дюпре в 1842 извоял своего умирающего авеля которого немедленно купила великая герцогиня мария николаевна дочь николая первого и тут же заказала ему каина сегодня обе скульптуры находятся в эрмитаже и постоянно в торце улицы что-нибудь выглядывает либо собор просто поражающий как своими размерами так и совершенством линий с какой точки на него не смотри то башни барджелло и за ним бадия фьорентина то колокольня санта кроче или проходим мы мимо римского амфитеатра который сегодня можно распознать только по закругляющиеся вокруг него улицы а иногда можно и вверх посмотреть тем временем мы подходим к пьяцца да и чемпи вот вдали желтое здание справа это дом в котором жил гиберти площадь названа в память восстания чемпи 1378 тире наверное первое достоверно известное восстание установившая рабочее правительство вскоре правда развалившаяся а жестокостях большевиков те времена ведь еще не помышляли к восстанию площадь не имеет никакого отношения просто так названо здесь много замечательного папа пи седьмой побывал здесь 1535 благовещение под стеклом на стене 16 века 15 века палаццо джирини теперь здесь национальный центр образования вот эти пинии апельсиновые деревья со спелыми плодами феврале то но главное вот это лоджия лоджия дел песке когда-то флорентийский рыбный рынок находился на понте веке ну точнее на площади рядом но когда в азаре начал строить коридор от синьории к палацу питти мы о нем еще поговорим этот рынок стал помехой и тогда казино первый для которого в азаре этот коридор и строил сказал а давай-ка перенесем рынок на бывший римский форум это то место которое сейчас называется пьяца della република построить там лоджию вот под ней пусть и торгуют так в азаре и сделал отсюда и герб медичи на лоджии но в девятнадцатом веке многим архитектором не давали спать лавры барона хаус мана не избежала этой участи и флоренция пьяца della република была перестроена к своему сегодняшнему совершенно безликому виду лоджия в азаре была разобрана и только в середине 20 века восстановлена здесь ну вот а мы пройдя мимо сант амброджио о нем разговор отдельный попадаем на рынок на котором мы покупаем свежие фрукты и овощи а также сыры нарезку копченую рыбу они здесь лучше чем в магазине но не только это здесь можно купить вот так ну вот пройдя рынок за сант амброджио мы идем дальше мимо всяких дворцов и домов попроще да я забыл сказать что мы все еще в центре но туристов здесь никаких совсем ноль хотя здесь тоже много интересного вот например внутренний дворик между домами новая застройка но как интересно оформлена или не у готическая церковь святого семейства неподалеку тоже достаточно новая первая половина двадцатого века в ее архитектуре видно влияние и кафедрального собора и особенно на мой взгляд сан лоренцо с его совершенством простоты кафедру вырезал джузеппе кассиоли из пьетро серена серого песчаника который часто использовался во времена ренессанса в частности микеланджело и брунеллески его использовали и витражи здесь простые но весьма элегантные а это театру верди названный так в год когда верди умер небольшой на 800 мест тоже неподалеку и мы побывали здесь один раз побывали и в театре de la pergola размерами вдвое больше и и совсем уже рядом с домом меньше минуты ходьбы он 17 века здесь мы были с саймоном на концерте который давал марк подмор замечательный баритон из великобритании ну вот таким образом гуляли мы в этом фильме практически вокруг нашего дома еще раз обозначим маршрут вот пьяца della сеньория центр города от него по колца йоли пять минут до дому об этом районе в следующем фильме рядом дом где мы снимаем квартиру просто вот на этом углу рядом с госпиталем здание в правом верхнем углу снимка это и есть театр de la pergola а ходили мы сегодня вот по этим улочкам в сторону пьяцца да и чем би и рынка всего-то меньше ходьбы чем этот фильм занимает вот а каждый вечер когда мы возвращаемся домой нас ждет вот такая картинка из окна ну не великолепно ли а и и и и и и и Продолжение следует...